А вот и наш гость, которого мы анонсировали буквально всю программу. Мы назвали его «Человек-детектор лжи». Вы так делаете, Владислав? Владислав Гоголев? Я по-разному могу делать, смотря кто передо мной стоит. Владислав, расскажите, как вы определяете, по человеку врет он или нет? Мимика это, какие-то жесты или что-то более интересное такое, какая-то изюминка есть, по которой можно определить раз? Особой изюминки никакой нет. Владислав Гоголев – это комплекс инструментов, по которым можно определить, лжет человек или не лжет. Но могу сказать, что лгут все. Мужчины лгут чаще, женщины реже, но женщины лгут… Изощреннее? Изощреннее. То есть понять, обманывает женщина или нет, профессионалу достаточно сложно. Но все равно все возможно. Психологи говорят, что когда смотрят влево и вверх, это значит признак вранья, вы тоже прибегаете к этим методам? Ага, смотрят влево и вверх, значит, она… Ну, если вы что-то вспоминаете, то в этом нет ничего плохого, да? Ну, никакого криминала здесь нет. А если, допустим, мы с вами сидим, разговариваем, и я вам задаю какой-то закрытый вопрос, на который нужно просто ответить «да» или «нет», и вы поднимаете голову и начинаете обдумывать, либо вам «да» сказать, либо «нет», да? То, соответственно, я уже начинаю задумываться о том, что, возможно, вы будете со мной неоткровенны. И существуют также мифы о том, что человек лжет. Да, есть такой миф «Пиноккио». Существует такой миф, если человек потрогал себя за нас, значит, он 100% обманывает. Ничего подобного. Может быть, у человека просто зачесался нос, а его ожидает бурный вечер какой-то, да? Или просто заболел человек. Или был вчера, да. Бурный вечер. То есть это не является признаком. Также не является признаком то, если вы разговариваете с человеком, и человек не смотрит вам в глаза. Например, жена, дети, брат. Если вот… Папа профайлер. Они вам вот хотят соврать и не могут, но это же вот так неудобно с вами, наверное. Выжать насквозь, наверное, да, видите? У всех профайлеров или верификаторов лжи существует такое негласное правило не считывать своих родных и близких. Для того, чтобы не перегореть, точно так же, как и психологи, да, они, ну, я не думаю, что какие-то психологи будут работать дома со своими родными и близкими, да, и каждому практикующему психологу нужен свой домашний психолог, которому он сможет вылить все. Естественно, когда приходит ребенок домой и говорит, что в школе все хорошо, естественно, я могу вот задать пару вопросов для того, чтобы определить, стоит мне сходить в школу или даже дневник не листая. Это не нужно. Ну и, естественно, нужно правильно задавать вопросы. Если вы хотите узнать, изменяет вам муж или нет, нужно правильно задавать вопросы. Не «любимый, изменяешь ли ты мне?», а немножко по-другому нужно ставить вопрос. А как? Кто-то пример. Сплюх ли ты с другой женщиной? Потому что измена для каждого человека – это свое личное. Для вас измена – это одно, для меня измена – это другое, для вас измена – это третье. Владислав, ну вот какие-то вот маломальские такие навыки. Давайте наши, может быть, телезрители. Чуть-чуть вот так управляем. Маломальские навыки. Когда идете в магазин, к примеру, хотите купить свежего мяса, когда подходите к продавцу, обращайте внимание на то, как продавец разговаривает с другими покупателями. То есть вам нужно считать базовую линию поведения. Вот у вас сейчас вот эта базовая линия поведения. Мы сидим с вами раскованные, разговариваем, соответственно, на определенную тему. Если я вам задам сейчас определенный какой-то вопрос, в зависимости от того, правду вы мне скажете или нет, ваше тело поведет себя определенным образом. Вы языком можете соврать, тело ваше никогда не соврет. То есть, соответственно, когда вы подходите к продавцу мяса, желательно спросить, как прошел ее сегодняшний день. Ну, какие-то пара фраз, чтобы вам понять, как человек ведет себя. И потом спросить, свежее ли у вас мясо. И дальше смотреть уже за жестами, за мимикой, что сделает этот продавец. Если продавец на вопрос, свежее ли у вас мясо, делает как-то так, надо задать вопрос, у вас что, шея болит? Если она скажет нет, значит, у этого продавца мясо брать, соответственно, не стоит. Вот мы сегодня обсуждаем такую тему, что сейчас повсеместно во многих магазинах псевдоскидки, ну, может быть, и не псевдоскидки, но наверняка псевдоскидки. И вот как вычислить у продавца вот с помощью диалога, вот я вчера буквально покупала, говорю, почему 70% скидка вот... Ты как-то ценничек отклеила, да? Электрооборудование смотрела. Вот куда она осталась последняя? Я такая, ну и что? Он такой, ну она просто неудобная. И все, и вот начал мне то одна причина, то вторая. Я брать не стала эту вещь, в общем, ну, заподозрила, в общем, закралась у меня такое сомнение, что наверняка там не 70%, либо какой-то подвох. Вот понимаете, в чем дело? Женщины, вы чувствуете интуиции, у вас интуиция развита очень-очень сильно. Если вы чувствуете, что вас обманывают, значит, не стоит этого делать. Почему у женщины такая интуиция? Потому что женщина, во-первых, 9 месяцев носит ребенка, потом на протяжении определенного количества времени женщина считывает с ребенка эмоции, когда ребенок не говорит и, собственно говоря, ничего не делает, да? Он просто рот открывает, мама уже понимает, что ребенок либо хочет кушать, либо хочет в туалет, либо у него болит животик. Профайлеры, вот, очень часто, я знаю, помогают криминалистике, что человек может прийти на место преступления и вот по следам, которые оставил преступник, может составить его психологический портрет. Это правда? Это вот такие даже, такие у вас волшебные навыки? Да, это профайлинг, это составление психологического профиля человека. Соответственно, у любого человека есть определенные привычки, определенные действия, которые совершает любой психотип, да? Если человек гипертим, к примеру, это человек активный, жизнерадостный, то, соответственно, у него хаос какой-то и дома, и в голове, и на работе, да? Если это шизоидный какой-то психотип, ну, не надо прыгаться этого названия, да? То это, соответственно, человек какой-то творческий, там, задумчивый, то, соответственно, у него и вещи будут так лежать, да? Как составляется психотип? Все зависит от того, ну, это криминально называется профайлинг, да? Все зависит от того, какое преступление совершено, какие психотипы могут совершить то или иное преступление. Если это ограбление, то определенные психотипы. Если это более тяжкие какие-то преступления, это другой уже психотип. И так постепенно, по крупице, по крупице, вот так вот и составляются психологические портреты. Я вот знаю, что Чикатило, да, например, вот действительно помог поймать психолог. То есть тогда он, наверное, не назывался профайлингом, просто психолог, говорили. И он дальше стал заниматься вот именно людьми, скажем, маньяками, да, вот такой категории. И он действительно составил портрет, психологический портрет этой личности. Он прилагал его полицейским, но очень долго, я так понимаю, что не прислушивались к нему. Если бы они к нему прислушались, то вполне вероятно, нашли бы его гораздо раньше, же, было бы намного меньше. То есть это вот такой яркий пример профайлинга, правильно? Да, и причем Буховский, по-моему, его фамилия этого психолога, он составил этот психологический портрет, я сейчас точно не помню количество страниц, но что-то там около, по-моему, 50, да. Ну, то есть очень большой портрет такой, я сам его читал, и там все до таких мельчайших подробностей было, да, что он 100% женат, что у него он порядочный какой-то семьянин. То есть он вот до таких мелочей все просчитал и составил вот этот психологический портрет, что его же однажды арестовывали по Чикатило, и его отпустили, да, ну, задерживали, да, и его отпустили. То есть если бы милиционеры в то время, да, обратили бы внимание вот на вот эти психологические выкладки, да, то наверняка бы его задержали раньше. И очень интересный банковский профайлинг. Это профайлинг с кредитными специалистами, которые работают непосредственно с клиентом вживую, да, не какая-то скоринговая программа определяет, дать человеку кредит или не дать, потому что, ну, программа, это электроника, ей свойственно ошибаться. Если вы будете вживую общаться с человеком и спросите его, да, ты вовремя отдашь кредит, который ты берешь в банке, если человек скажет, конечно, вовремя отдам кредит, то есть, соответственно, вы уже видите, да, то есть, соответственно, конечно, вовремя отдам. Не отдаст этот человек кредит, и в кредите ему, соответственно, нужно отказать. Владислав, спасибо вам большое от меня и от Лены, что пришли к нам сегодня в гости. У нас был в гостях Владислав Гоголев, профайлер, или все-таки мне понравилось... Человек, мне кажется, с орлиным зрением. Который видит вас насквозь. Да, как Лена сказала, детектор лжи на ножках. Спасибо. В живом влече. Всех ангарчан с наступающим Новым годом, с Рождеством, и телекомпанию «Актис», естественно, тоже. Спасибо большое. И вас наступающим.